Маршрут того дня восстанавливают в памяти фигуранты и для себя, и для следствия. Где возникло ссора, кто нанес первый удар, как сопротивлялся потерпевший, и после, где оставили обожженное тело без признаков жизни. По какой вы причине избили Алексея и в последующем его подожгли? По причине, что он начал нас, сотрудникам милиции, высказываться, что мы ее сделали, сдавать. То, что сделал человек, должен был уничтожить огонь. Парни надеялись, пламя станет их покровителем и захоронит улики навсегда. И уже никто и никогда не сможет узнать, что здесь происходило. Они раздели своего товарища, сложили на него одежду и полезли в карман за спичками. Задержанные поясняют, что они его раздели и подожгли, именно лицо, в силу того, что они хотели скрыть личность убиенного с целью затруднения, либо не раскрытия данного преступления. Но данные действия их не помогли. Личность была установлена и преступление раскрыто. У меня как раз на стену, у меня одна спичка прибыла. У меня вот тут получается рукав подпалил. Ну, укажите, с какой стороны вы находились, когда поджигали? С этой стороны, вот, чтобы он где-то был на рукав. Ну, курточка, она загорелась? Да, чуть-чуть погорела, а потом потухла. Ну, полностью она потухла или начал отлеть? Я не знаю, ну, она потухла. Я просто видел, что она горит, горит, а потом потухла, кем пошел, и все. Какую-нибудь жидкость вы лили на одежду? Нет. С какой целью вы поджигали одежду? Я его так понял, чтобы, ну, собственно, дом не носили, или что же, но я так и не понял, зачем. Но вы осознавали о том, что вы совершаете преступление? Сначала нет. В спешке, покинув место происшествия, подельники так и не увидели, что языки пламени не выполнили свою функцию. Огонь погас и оставил материал для работы правоохранителя. Труп мужчины обнаружили случайное прохожие и вызвали милицию. Пока причастные к тяжкому преступлению сообщники пытались вернуться к трезвому образу жизни и осознать, что наделали, оперативники установили их местонахождение и нанесли визит. Фигуранты данного убийства скрыться от органов милиции не пытались, рассчитывая на то, что данное преступление будет не раскрыто. Данные лица были задержаны у себя по месту жительства. Они все одногодки, 25 и 27 лет, нигде не работают. Постоянно место жительства у одного здесь есть на ЖМР, он восточный. Один здесь снимал комнату, жил в гражданском браке с девушкой. Данные лица после изобличения, они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Были допрошены. В ходе допроса они дали непризнательные показания и рассказали на обстоятельства совершения ими умышленного убийства. Было установлено, трое мужчин весело встречали новогодние праздники. Крепкие напитки лились рекой и придавали смелость. До такой степени, что друзья и не заметили, как стали участниками опасной игры. Сначала они похитили несколько бутылок алкоголя в магазине, а потом уголовный сюжет стал еще запутаннее. В ночь с 1 на 2 января 2014 года на территории Рожнякизовского района употребляли спиртное. В ходе распития спиртного возник у них умысел завладеть автомобилем «Монтаврия». Но у них не получилось из-за того, что автомобиль не завелся. И так как сам потерпевший в ходе разовора с двумя последующими подозреваемыми указывал о том, что он расскажет о произошедшем в органах милиции, возник на этой почве конфликт. И два наших нового подозреваемого стали его избивать. Что называется кулачный бой, устроили собутыльники прямо на улице. Двое наносили удары третьему по разным частям тела. Били, пока потерпевший уже не мог шевелиться. Тогда стали тащить его в парковую зону и попробовали придать тело огню. Потерпевшую они несли волоком. То есть частично тащили по земле в силу того, что при осмотре места происшествия были обнаружены следы волочения. Также не так далеко от трупа была обнаружена его обувь, головной убор, шапка и возле тела непосредственно ключ от его квартиры. Они не осмелились посягнуть на личные вещи своего друга и поэтому все осталось около тела. Но вот забрать человеческую жизнь храбрости хватило. Последственным грозит пожизненное лишение свободы. Они оба дают признательные показания, только до сих пор не могут ответить на один вопрос. Зачем так жестоко наказали своего знакомого?